Сегодня в Гомеле отбылось очередное посадение областной комиссии по выборам депутатов в Палаты представников 7-го скликания. В среднем различных вопросов о творении безбарьерного сяродя для людей с обмежеванными физическими мягчимостями. Загученными пропоновами ознайомились наши корреспонденты. Сейчас в Гомельской области работают 54 инициативные группы. Колькость пикетов, которые может выставить претендент на депутатский мандат, не обмежеванная. Самые минимальные обмежевания существуют и на месте находления пикетов. Хоть инициативные группы, звычайно, отдают перевагу наибольший шматлюдным пляцовкам. Одна из них – коля центрального Гомельского универмага. Кап трапить до пикетов, необходимо подняться на некольки приступок. В принципе, тут есть пандус для инвалидов-колясочников, але размещенный он невельми зручно. Правда, сами члены инициативной группы неких проблем с доступностью в даденном выпадку не бачить. Пока получилось так, что к нам не обращались инвалиды-колясочники, но мы вполне могли бы спуститься. Либо поднять, помочь по пандусу – это не составило бы никаких проблем. Борщ складанная ситуация со створением безбарьерного сяродя на выборчих участках. На Гомельщине их крыху больше, как тысяча, непосредственно в областном центре – 208. Подчас посаджения областной выборчей комиссии огучивается личба. Потребованиям безбарьерного сяродя отповедают 67% из них. Правда, это не значит, что тут выполняются все потребования. Наибольшь сприяльные умовы для людей с обмежеванными махчимостями створены в 72-й средней школе, где навучаются дети-спинальники. Пандусы на угоходе и внутри установы – просторные помешкания, где будут находиться выборчие участки. Для зручности выборчика усеянные будут размешаться только на первом поверхе. На жаль, зарабить это на всех выборчих участках, пока не отрымливается. Есть специальные потребования до местов, где одночасово находится шмат людей. У якости додатковых мер по створению безбарьерного сяродя пропонуется устанавливать часовые дравляные пандусы и организовать дежурство молодежных волонтерских отрадов, которые будут оказывать людям с обмежеванными махчимостями необходимую допомогу. И таки факт. После створения участковых комиссий, их члены обовязково потелефонуют усим инвалидам-колясочникам. Их на Гомельшине больше, как 1200 человек. И потекается, яким чином я не маюць намер голосовать. Приехать на участок, ци принять уделу в выборах по месту жихарства. Я думаю, что самое оптимальное – это, наверное, приехать к человеку, который не может прийти на избирательный участок и посетить его на дому. И ему в этом будет удобно. И будет меньше вопросов у других, почему мы перенесли место для голосования, предположим, на другое место.